Памятник благодарности Красной Армии стоит на главной площади города Легница на западе Польши с 51-го года. Польские и советские солдаты держат на руках ребёнка. По всей стране подобных монументов около 500. В марте Институт национальной истории предложил убрать их с улиц польских городов. Советский гарнизон стоял в Легнице до 93-го года. Для многих жителей эти памятники – символ оккупации. Здесь все помнят, что Красная Армия вступила в их страну через несколько дней после Гитлера – в сентябре 39-го года. «Разумеется, его надо убрать отсюда. Все взрослые люди знают историю этого памятника и понимают, что он символизирует». Для других, напротив, это символ благодарности русским. «Это память о тех, кто похоронен здесь. Если хотите убрать памятник, убирайте их кладбище, разбрасывайте прах. Так много их тут полегло, и они здесь не в политику играли». В Москве, узнав о том, что Польша собирается памятники переносить, тоже стали говорить о разрушении могил. В МИДе планы назвали варварством. Но об этом и речи нет. По словам Гжега Жавалигора из Института истории, все 300 сохранившихся монументов переместят в образовательные парки. Там посетители смогут их увидеть и узнать, кем и почему они были построены. Один из таких парков будет создан на бывшей советской военной базе в Борне-Сулиново. Уничтожать памятники и тем более кладбище в Польше никто не собирается. Но со слов некоторых российских чиновников получается так. По мнению политолога Николая Иванова, враждебное отношение к полякам в России взращивают и телеканалы. «В основном же русские люди, сегодняшний российский народ, воспринимают то, что происходит сейчас в Польше через призму российского телевидения». А в российском телевидении никто не объясняет о том, что поляки собираются убрать только памятники, только символы советской оккупации. Объясняют о том, что поляки собираются воевать с могилами российских советских солдат, которые находятся в польской земле. Николай Иванов живет в Польше почти 40 лет, но считает себя россиянином. «Это решение, конечно, я воспринимаю как душевную боль. Потому что те солдаты, на честь которых поставлены эти памятники, они не воевали за Сталина, они не воевали для того, чтобы принести Польше новую оккупацию. Они погибали на этой земле, а погибали они здесь буквально как мухи». К каменным солдатам относятся словно к живым. Для одних они символ подвига, для других – оккупации. Но стоят они на улицах польских городов. И решать судьбу этих памятников будут сами поляки.